Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию обзор контроллера IGF, предназначенного для управления витринами со встроенным агрегатом или небольшими холодильными камерами с одним воздухоохладителем. В начале своего доклада я бы хотел обратить ваше внимание, что контроллер IGF неоднократно становился победителем в различных номинациях, на различных выставках и форумах. В частности, в 2021 году он занял первое место за уникальный дизайн в номинации «Лучший дизайн контроллера». Действительно, на слайде вы видите версию Small и версию Large с сенсорными кнопками с широким углом обзора, информативным дисплеем контроллер по праву занял первое место и он действительно приковывает взгляд к себе, своим дизайном. Кроме того, в августе 2023 года контроллер по результатам тестирования, который проводился на базе Миланского политехнического института, занял первое место в номинации «За лучшая энергоэффективность». Тестировалась работа компрессора с учетом работы встроенных смарт-алгоритмов для управления компрессором переменной производительностью, также алгоритмы управления ЕЦ вентиляторами испарителя и кантового обогрева остекления для функции антизапотевания. Кантроллер по совокупности всех факторов, а также из-за наличия беспроводных технологий подключения NFC и Bluetooth занял первое место и по праву удостоен так называемой награды «Смарт-лейбл». Этот контроллер займет центральное место на выставке в Милане, которое пройдет в октябре 2023 года. Как я уже говорил, контроллер в первую очередь предназначен для управления небольшими витринами, холодильными столами, шкафами, винными холодильниками и так далее. И относится к линейке IJ, которая включает, как вы видите, несколько технических решений. Давайте сегодня поговорим подробно о контроллерах IJF. Существует несколько версий контроллеров. Это 4-релейные с монтажем в панель, 6-релейные с монтажем в панель, сплит-версия для скрытого монтажа 4-релейные и 6-релейные, а также HMI-дисплей, который может подключаться как к первой версии с открытым монтажем в панель, так и со скрытым от монтажем в панель. Контроллеры IJF обладают наличием специальных опций, и это позволяет им выделяться на фоне других контроллеров, в том числе конкурентных. Например, возможно управление компрессорами переменной производительности VCC или VSC компрессорами. Также возможно управление переменной нагрузкой либо вентиляторами-испарителями, либо кантовым обогревом стекол функции антизапотевания. Также к контроллерам возможно подключить датчик влажности и обеспечивать процесс увлажнения или осушения воздуха, или подключить выносной аккумулятор резервный, который позволяет хранить данные на контроллере, в том числе даже когда отсутствует электропитание прибора. Например, следить за температурой в объеме. Эта опция может быть интересна тем, кто занимается производством специальных изделий для медицины. Для хранения вакцин или подобных холодильников. Все модели по умолчанию оснащаются BMS-портом. Это встроенный сетевой интерфейс для подключения к системам мониторинга. В четырехрелейной версии, так называемой SMALL, вы можете видеть характеристики стандартного электропитания, либо специальная версия прибора с расширенным диапазоном питания от 90 до 264 В. Датчики могут подключаться от трех типов NTC, PTC и PT-1000. Для них существует два аналогового входа, либо один дополнительный мульти-вход, который можно подключить как датчик температуры, либо использовать его как цифровой вход для активации или деактивации преднастроенной или настроенной во время эксплуатации уже функции, дополнительной функции в том числе. Теперь и реле, например, реле-компрессор, оттайки, вентилятор-испаритель и, например, реле-тревоги, освещение, в зависимости от вашей задачи. Еще один дополнительный универсальный вход может использоваться непосредственно на гоносном дисплее. Реле не имеет жесткой привязки, вы можете их очередность менять и настраивать контроллер как вам понравится, как вам захочется, конечно, учитывая номиналы и возможности этих реле. Кроме того, существует много разновидностей приборов, и они отличаются набором опций на самой плате непосредственно прибора. Коротко, значит, это аналоговые выходы для управления компрессорами или вентиляторами, или кантовым обогревом в виде выхода 0,10 Вольт или выхода ШИМ. Опция для подключения датчика влажности, например, совмещенная с портом BMS. Далее это такой симбиоз первого и BMS порта. Управление VCC компрессорами BMS порт, BMS порт и отдельная зона для подключения датчиков и цифровых входов, которые расположены в два ряда, скажем так, потому что на каких-то моделях, вы могли это видеть раньше в моделях MPX0, например, расположение входов может быть линейным в ряд, либо две линии, разделенные между собой, с отдельными съемными клиниками. Значит, для серии контроллеров LARGE с шести реле, в принципе, основные вещи такие же, но понятно, что увеличено количество реле, и эти реле как раз можно таки назначать в том числе для включения или выключения увлажнителя, осушителя, секции освещения, обогрева кантов и так далее. Набор этих опций довольно-таки широкий и богатый. То же самое здесь. Набор может быть широким. Важно правильно выбрать то, что вам действительно нужно. К дополнительным возможностям можно отнести специальные алгоритмы защиты компрессора при скачках напряжения, отключения компрессора при падении напряжения или, например, наоборот, при его значительном росте, а также активация реле при прохождении синусоиды переменного напряжения через нулевую точку. Это позволяет защитить реле от залипания и увеличить его ресурс. В качестве возможностей подключения к контроллеру могут быть использованы технологии NFC со смартфона, Bluetooth со смартфона или через порт BMS с помощью блока мониторинга BOSS. В первом случае доступный базовый функционал это изменение параметров, конфигурация устройства и доступ к технической документации через приложение. Опция Bluetooth дает несколько расширенные возможности, например, запись или считывание переменных в онлайн-режиме, графический интерфейс, который будет вам показывать статусы реле, статусы исполнительных устройств, подсвечивая их или, наоборот, затемняя. На графиках вы можете видеть текущие показания датчиков, цифровых входов и так далее. Из памяти контроллера будет доступна в режиме онлайн также история, тревог, каких-то изменений, активации, деактивации и так далее. И самое главное через протокол Bluetooth возможно непосредственно обновление прошивки. Дисплей новый, современный. Об особенностях можете почитать на этом слайде. Шесть кнопок, в отличие от серии MPX Zero, которые полностью сенсорны и могут использоваться для управления изделием со стороны персонала. Здесь подробнее написано. Кнопка для разблокировки контроллера или подтверждения заданных значений и параметров. Дисплей также может быть сделан под ваши задания, с вашей стилизацией, с вашим логотипом, цветом, какими-то иконками дополнительными, да, например, для винных шкафов, для храни мороженого, каких-то рыбных деликатесов, овощей и так далее. В том числе может быть использована различная цветовая гамма для индикации значений и так далее. Поэтому используйте, изучайте. Информация доступна на нашем сайте carl.com. В том числе есть отдельный сайт именно по семейству LJ. Вы можете запрашивать всю интересующую вас информацию у представительства, либо у наших дистрибутеров. Всем хорошего дня. До свидания.